Что? Ты увяз в матрице. Марина Трибуш едва не стала жертвой интернет-мошенников. Вконтакте написала бывшая коллега с просьбой одолжить немалую сумму. Просила данные карты. Я тебе все верну с процентами. Ну ты мне скинь номер карты, чтобы я тебе могла их перевести обратно. И трехзначить номер на обратной стороне. Меня это насторожило, потому что Аня знает, что мне деньги на мою карту переводятся через номер договора, не через карту. Поэтому я решила ее вывести на диалог, спросить, почему так. Она мне перестала отвечать вообще, поэтому мне пришлось ей позвонить. После стало понятно, девушку взломали. Она быстро сменила пароль и вырвала страницу из рук злоумышленников. Схема не новая, рассказывают оперативники. И все же остается одной из самых популярных. В топе сразу несколько вариаций мошенничества в соцсетях. Далеко не все требуют взлома страницы. Делают копии в социальных страницах, как одноклассники ВКонтакте. Потом от имени той страницы, которой они делали копию, идет массовая рассылка друзьям. Сообщение о выигрыше в лотерею, предложение дополнительных заработков, звонки из банков. Наиболее актуальные схемы краж связаны с досками объявлений. На такую уловку едва не попалась блогер из Минска Карина Кириллова. Девушка хотела продать мобильный телефон через интернет. Покупатель предложил воспользоваться службой доставки. Он пересылает предоплату, а продавец высылает ему товар. Говорю, что написано, что куфар доставка сейчас не работает. А он мне говорит, а вот я с компьютера, у меня все работает. Присылает мне ссылку. Там действительно мой телефон, написано его имя, фамилия и отчество. Написана сумма. И типа я должна ввести данные своей карты, и его деньги перейдут ко мне на карту. Девушка обратилась в службу поддержки. Консультант предостерег. Оказалось, неизвестный покупатель выслал продавцу ссылку на поддельный ресурс. Фишинговые сайты по дизайну зачастую ничем не отличаются от оригиналов. Чтобы не попасться на крючок, эксперты советуют обращать внимание на адрес и домен в строке браузера. Там не должно быть никаких посторонних букв и символов. Все зарегистрированные в Беларуси сайты находятся под доменами .by и .com. Расследование виртуальных преступлений может длиться от трех дней до двух месяцев. Часто оперативникам приходится отправлять запросы международной компании в офисы соцсетей. После того, как мы получаем всю необходимую информацию, то есть ответы, фиксирование IP-адресе, мы начинаем уже проведение оперативных мероприятий. Стражи порядка напоминают. Если возникают какие-то подозрения, нужно звонить человеку. Если уже успели сообщить реквизиты или ввели их на подозрительном сайте, нужно обратиться в банк, чтобы заблокировать карту и позвонить в милицию. За такие преступления предусмотрена уголовная ответственность. Мошеннику может грозить лишение свободы до трех лет. Сегодня в Бобруйске зарегистрировано 89 преступлений, связанных с хищением банковских карт, их реквизитами и взлом страниц в соцсетях. Анастасия Пахлёсова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.